вот мы уже отдохнули покушали немножко подержали пять часов вечера мы вышли прогуляться какая красота что я вижу слушайте что это такое растет а что это это апельсинчики город сан-бенедетта дельтронто идем встречать местные достопримечательностей здесь нет но он просто сам по себе очень миленький хорошенький красивенький мы идем гулять давай на прокат такую штуку возьмем я хочу такой резко довольно таки похолодало все сидят тут променада пальмовой куча 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 кафешек всяких все сидят отдыхают спортом занимаются катаются на велосипедах мы идем в одно очень классное местечко романтичное когда мы пять лет назад здесь были нам очень понравилось одно место красивое так что мы сейчас идем туда покажу вам такое романтичное мы тоже ходили за вечером правда от часов 7 вечера перед штормом и такое освещение было потрясающе такие фотки классные получились короче 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 супер как здесь хорошо спокойно вообще это пенек от пальмы не каждый день видишь пенек от пальмы а вот ствол пальмы не каждый день увидишь ствол пальмы ну может кто-то конечно каждый день видит но я нет я нет так парадоксально вот сколько мы идем по променаде тут во что только не играет народ вечером просто во всевозможные игры катаются на скейтах и так далее так непривычно вот мы приехали из большого города в такой маленький провинциальный город и нам кажется что тут скучно такое такое все размеренное у них не скучно у них жизнь бьет ключом куча интересов вообще прикольно так совсем другой мир а вот и кактус и кстати кактусовые плоды здесь растут а мы такие кушали сегодня вкусно мы их правда не срывали а купили в магазине вкусно было но в них очень-очень много косточек как в гранате от этого очень неудобно есть странно продаются и растут прямо вот так на халяву ой у меня все течет мороженое мы купили мороженое это лимон и клубника без молока фруктовое мороженое на 2 евро стоит все течет огромное и очень вкусно лимон дико кислый но вкусно вообще классно я не знаю как это съесть я ем это уже полчаса и все равно не могу съесть даже половину оно такое гигантское вообще это мороженое а я еще и я еще и дома ела мороженое сегодня два раза и поэтому совсем тяжело мне приходится отпуск такое страдание сплошное страдание просто все в себя не уместить сколько всего хочется но лимонное мороженое ядреное мне главное лежки его положили наверх то есть он клубничкой может закусить а мне под низ то есть мне мучиться еще придется после того как я съем клубничное а ты не смогла свое мороженое доесть так что легкие этого огромное конечно гигантское вообще один к один этот шарик считается детской порции там написано лучше б я одесскую порцию зла это невозможно съесть таких количествах кстати так так сказать вот как бы сытиков довольно много таких людей с как бы уже лишним весом довольно много но в то же время и очень много стройных и и очень спортивных людей и вот сейчас мы сидим возле этой променады и тут очень многие люди бегают на велосипедах и спортами всякими занимаются много очень красивых стройных людей следящих за собой но и таких с проблемками то тоже немало и детей много но питание тут тут ресторанов вот так вот особо кроме пиццерии я наверно не видела то есть 98 процентов наверное всех ресторанов и пиццерии так что если днями есть одну пиццу то я вообще удивляюсь как еще все-таки очень много страняшек среди итальянцев наверное очень активный образ жизни ведут пальмочка какая-то каратышечка такая не знаю как так получилось даже боже мой какое живописное место какая италия все-таки красивая трогательная она не всегда вылизанная не всегда она опрятная много заброшенных зданий вот сколько мы ехали же вообще огромное количество часов века и так даже пришел звонить хозяйке квартиры просить нас ждать и вот все равно она настолько потрясающая просто архитектура головокружительная реальная природа в разных местах страны совершенно разные здесь и горы и море и просто самые разные города от провинциальных до мегаполисов огромных красивых новых просто восхитительная страна конечно потрясающе наверное я бы не смогла сдержать наверное все таки это по менталитету не очень понятно но вот восхищаться со стороны приезжать сюда иногда просто для меня оптимально и мне очень очень нравится я восхищена этой чудесной страной конечно какой-то небольшой концертный зал если я правильно понимаю на может я ошибаюсь наверное это какой-то певец нет не знаю кто по итальянскими читать расскажите мне оливки растут классно выкрасивая какая паничка милая вообще какая красота только что видела голубя который гулял по пляжу так смешно это смотрят вообще когда голубь гуляет по песочному пляжу на заднем плане виднеется море как-то противоестественно скорее можно представить чайку или попугая но уж точно не голубь вот там в долине на горе касается еще какой-то город виднеется не знаю что за город мы тут в соседний город ездили только в один альба адриатика торговый центр гуляли и набрели на рыночек идем посмотреть что тут за рыночек какова специфика дошкольные принадлежности я уже вижу рыночек на поле пальца ну да свои слова по поводу того что здесь скучно я однозначно забираю назад потому что здесь что не метр просто какие-то теннисные корты вон площадки для роликов еще что вы вообще такие все активные потрясающе просто супер очень прикольно все молодцы такой маленький город и настолько насыщенной жизнью живет супер вон та лодка прямо в море вывозит людей вон та лодка прямо в море все они прыгают там ныряют только что спрыгивали поплавают вокруг лодки она их обратно забирает пришли на пирс который я вам хотела показать очень красиво так романтично все сидят парочки друзья такие камушки белые пять лет назад когда мы здесь были здесь жили кошки очень много кошек бегало по этим камням возможно они до сих пор есть на камнях рисунки кстати на каждом камне какие-то свои рисунки там яхты стоят по-моему очень красиво и вот кстати на камнях на каждом я уже сказала вырезаны рисунки и вот Я только что заметила, что тут стоят таблички с именами, с страной, из какой страны это художник делал, год и, наверное, название работы. Ой, иду какой-то сложной штучки. Сейчас покажу. Да, это из Германии. Девушка вырезала. Что вырезали из камня? Какая-то девушка лежит что-то в каких-то животных. Я не могу понять, коты это, не коты. В этом году, кстати, итальянец из зелы. Тут живут котики, я вам уже говорила. И кушают крабов. Я видела, как они их кушают. Красавчик, какой сладенький. Та, уничтожил. Вон, еще вдалеке. Это обещина, а прочее? Вот это какой-то обелиск подстоит. Не знаю, что это такое с чайочкой. Еще одного нашла. Кс, кс, кс. Слышка, аски. Алиса. Слышка. 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 Поискать ресторан какой-нибудь. Или заводь на Нила. И мы в пиццерию. Там по-английски вообще никто не говорит. Три человека подошли по очереди, никто не говорит. Соответственно, мы не можем спросить какую-нибудь еду для нас. И мы ушли оттуда. Так что, пойдем искать кого-нибудь. Оливки черные. Да, походу, они. Только черные пока только одна. Не, а вон еще летать. Нашли мы какую-то запекаловочку такую, где нам сейчас сделают какие-то запеченные петерброды с овощами. И вот говорят по-английски. И даже были готовы нам помогать приготовить нам особенную еду. Малюсенькое местечко такое. Пару мест внутри и снаружи. И так сделали нам под заказ. Петерброды с санмичем. С баклажаном, с уними, помидором, грибами. Еще чем-то. И нам очень сильно понравилось. Очень вкусно. Такое тесто пиццевое. Ну, собротик такой, короче, национальный на скайп-альянске. В общем, вкусно. Вот, хочу попытаться показать ночные пальмочки. Так, интересно, на автобусах здесь написано 2 плюс 7. То есть это номер автобуса. Вот непонятно, что имеется в виду. Или объединенный маршрут на какое-то время, или просто реально такой автобус 2 плюс 7 номер у него. Как-то непонятно. Еще никогда с таким не сталкивалась.